Я рад приветствовать вас, с вами вновь Александр И сегодня ко мне на обзор попала очень интересная, на мой взгляд, коляска бренда Britex Модель называется Affinity Сегодня я покажу вам ее в комплектации 2 в 1 Так что смотрим, будет интересно Коляска Affinity предназначена для детей Именно в комплектации 2 в 1 С рождения до 4 лет И максимальный вес ребенка, будучи уже в прогулочном блоке Не должен превышать 17 кг И начну я обзор не с люльки, а с прогулочного блока И в первую очередь мне хочется отметить премиальность этой коляски Потому что как только я взялся за ручку Я сразу почувствовал необычные ощущения, непривычные для колясок Здесь ручка обита кожей Настоящей кожей, с очень хорошей качественной прострочкой И ощущение создается такой очень качественной вещи сразу же И эта же ручка, кстати, регулируется по высоте Поэтому любой из родителей сможет построить ручку по высоте под себя Делается это очень просто В этих местах кнопочки нажимаем И, собственно, спокойно себе регулируем Это что касается ручки Что касается капюшона Козырька этой коляски Britax Affinity Здесь он достаточно большой Но рекордным его назвать сложно Он средний Размер имеет Ну, в принципе, этого будет достаточно Сама ткань, она плотная, непродуваемая, непромокаемая Достаточно долго Поэтому, я думаю, будете довольны И еще здесь есть окошечко Окошечко с закрытой пленочкой Чтобы вы могли спокойно наблюдать Как ваш там ребенок поживает во время прогулочки И что еще у нас в спальном блоке Вы, наверное, уже обратили внимание В комплектацию Britax Affinity Входит вот эта накидка на ножки Она хорошо и легко крепится к ручке И получается, что ножки ребенка полностью по бокам Везде хорошо защищены Ткань очень плотная, непродуваемая Поэтому будет хорошо защищен ребенок От ветра и непогоды, так скажем Снимается он тоже очень легко Вот как это выглядит изнутри Все достаточно элементарно, но качественно Что касается безопасности Здесь установлена стандартная система Пятиточечных ремней с мягкими накладками На плечи ребенка Чтобы не травмировать плечо Также вы видите В комплектацию входит бампер Который убирается очень простым движением Нажатием одной простой кнопки Отодвинули, посадили ребенка И все Это делается с обеих сторон Очень просто И наверняка обратили внимание Что здесь вы видите матрасик Кстати, благодаря вот этому матрасику Капюшон отдельно Вот этот вот накидка ножки Вот эта Она идет отдельным таким пакетом Для коляски И благодаря именно этой части Меняется цвет коляски То бишь Вот это основание Остается всегда черное-серым А на нее уже вы одеваете Все вот эти элементы И только они могут менять цвет Соответственно И еще что Эта компания Britax Очень беспокоится О безопасности детей И если вы внимательно посмотрите На всю коляску Здесь нет ни одного острого угла Все края закругленные И ребенок Ну очень трудно Здесь найти место Обо что может травмироваться Ребенок Поэтому Это тоже очень так Достойно Что касается Положения ребенка В этом блоке Здесь Чтобы ее удлинить Есть подножка Которая тоже регулируется С помощью двух кнопок Все это в принципе Достаточно элементарно И наклон регулируется Сейчас я покажу вам Вот в этом месте Вот здесь вот именно Есть Кнопочки Рычажки такие Скажем так Они есть справа и слева Одновременно Нажимаем на них И наклоняем Куда нам нужно Вот как это выглядит В горизонтальном положении Единственное Здесь Спальное место Организовано В форме гамака И не полностью Горизонтальная Ровная поверхность А в форме гамака Мне лично Не очень это нравится Но говорят так Даже правильнее Для ребенка Но это дело вкуса Вот Кстати Этот блок Прогулочный Можно устанавливать Как по ходу движения Так и против Хода движения Здесь система Реверсная Установлена Поэтому Мама сможет Ребенка повернуть К себе И Спокойно прогуливаться Общаясь с ребенком Во время прогулки Так Что касается Самого шасси Всем покажу Шасси Здесь Выполнено Очень добротно Это металлическая Конструкция Она В принципе Не тяжелая И И Имеет Очень хорошее Качество сборки Здесь Ничего не скрипит Не люфтит Все очень зажато Плотно И качественно Сделано И что касается Багажного отделения В шасси Вот Вы можете его увидеть Оно в принципе Небольшое Но достаточно удобное Туда легко Что-то положить И оно Здесь прикрыто Даже сверху Поэтому Вываливаться на ходу Из него Ничего не должно Вот Колеса Здесь установлены Вы уже заметили Прекрасно Спереди Маленькие Сзади Большие Сзади Очень износостойкая Резина Колеса Надувные И это дает Очень высокую Плавность хода Коляски Афинити Спереди Установлены Колеса Поменьше И они уже Не надувные Но тоже Очень износостойкого Мягкого материала И как уже Это невооруженным взглядом Видно Здесь установлены Пружины Отдающие Дополнительную Амортизацию И передние колеса Так же Как и во многих Колясках Они блокируются В случае Если у вас Вам нужно Преодолеть Неровную дорогу Вы Нажали переключатель Все Заблокировали И спокойно Едете по плохой дороге Разблокируется Тоже просто Отщелкиваем Поехали дальше И Самая нормальная Система тормоза Здесь установлена У Affinity коляски Как вы уже видите Здесь С правой стороны Есть педальки Зеленым обозначено Что мы снимаем С тормоза Красный Что ставим Нажали Заблокировали И не нужно Отгибать Нижний Верхний Точнее Грячасти Обуви Педаль Тем самым Портив обуви Нажали сверху Разблокировали И поехали дальше Все очень Так видите Просто в эксплуатации Так И складывается Шасси Тоже очень просто Ее можно сложить Как с прогулочным блоком Как и без него Сейчас я вам покажу Как это делается С Без Точнее говоря Сначала без Прогулочного блока Все очень просто Отгибаем Вот Вот этот фиксатор Блокирует раму От того Что она Случайно Сама разложится И вот Вы видите Конструкция Получается Очень Такая Компактная Переносить Я тоже Очень просто Здесь На ручке Есть Прорезиненные Выступы Благодаря Которым Вы можете Ее ставить На землю Не боясь Что Попачкаете Саму ручку Вот Чтобы разложить Отгибаем Фиксатор Все И эксплуатируем Дальше С люльковой С прогулочным блоком Ситуация Такая же Очень все просто Ставим Здесь По краям Две Два Рычажочка С кнопочками Нажимаем На себя И давим Вниз Все Шасси Сейчас Спокойно Складывается Единственное Лучше Подножечку Вот эту Убирать Тоже Вот в это Положение Чтобы Конструкция Получилась Более-менее Компактная В принципе Тоже Огромной Ее не назовешь Раскладываем Пользуемся Дальше Все очень Просто Так Это Я вам Все Что хотел Рассказать Про раму И про Прогулочный блок Я вам рассказал А сейчас Расскажу Вам про Люльку Сейчас Отгоним Чуть-чуть Сторонку Как вы уже Заметили Рамы бывают Черные И белые Еще Бывают У них В ассортименте Рамы Серебристого Цвета Это Вот Как Вот Перемычка Вот Такого же Цвета Будет И Сама Рама Что касается Люлик Люльки У Афинити В принципе Они очень Даже неплохие У них Два варианта Люлик Есть У компании Вритакс Имеется ввиду Здесь Вы видите Серый Черный Цвет У Афинити Люлик Всегда Такая Модификация Идет И цвет Как и В прогулочном Модуле Меняется Только Благодаря Вот Этим Вставкам Здесь Капюшон Накидка И внутренняя часть Зелененькие А наружная часть Черно-серая Также Вы меняете И получаете Другой цвет Есть у них Еще В ассортименте Люльки Которые Полностью Одного И того же Цвета И они Чуть-чуть На мой взгляд Попросторнее Слегка Чем Эта Конкретно Люлька И в этой Люльке В принципе Все достаточно Просто Она классическая Никаких тут Необычных Вещей Нет Здесь Есть Также Накидка На Ножки Которая Закрывает Ребенка Вот Она Легко С одной стороны Отстегнули Положили Ребенка И застегнули Обратно Кстати В комплектацию Входит Еще Дождевик И Что касается Козырька Козырек Здесь Тоже Стандартный Здесь Тоже Замочек Можем Все Это Отстегнуть Спокойненько Сейчас Секундочку Все И у нас Под Замочком Здесь Сеточка В летнее Время Года Таким Образом Можно Организовать Дополнительный Поток Воздуха Свежего Для Ребенка Все Очень Просто Внутри Мы Видим Матрасик Толщиной В районе Трех Сантиметров Он Достаточно Упругий Такой Плотненький И Достаточно Мягкий Не Деревянный Все Нормально С этим Здесь Так Что касается Люльки Это В принципе Все Люлька Стандартная Ничего Такого Примечательного Особенного В ней Нет Обычная Классическая Люлька Но Очень Такая Качественная Вот Снимается Она Так же Очень Просто Здесь Сверху Ручка За Которую Мы Хватаем Для Переноски И Здесь Кнопочки По краям Справа Слева Отжимаем Их И Убираем Так же На дне Вы видите Прекрасно Есть Специальные Ножечки Чтобы Вы Спокойно Ставили И Не Пачкали Саму Люльку А землю Ну Это В принципе Все Что Я Вам Хотел Рассказать Про Эту Интересную Коляску И Хотел Б Подвести Итоги Как Обычно Расскажу Вам Впечатление На меня Произвела Эта Коляска По крайней Мере Ничего Такого Кроме Того Что Я не Люблю В прогулочном Блоке Вот эту Систему Гамака Когда Ребенок Чуть Полусогнутый Лежит Мне Вот эта Система Не Очень Нравится Все Остальное В принципе Мне В коляске Понравилось Впечатлила Кожная Ручка Ее Держишь Прям Как В Хорошей Дорогой Машине Руль Тоже Самое Ощущение Такое Плотное Приятное Нескользящее Ощущение Вот Понравилась Плавность Хода Надувные Колеса Качество Изготовления Изготовления Рамы Все В принципе Все Очень Так Добротно Классно Сделано Еще Мне Понравилось Что В комплектации Есть Вот Это Вот Накидочка На Ножки Реально Зимой Оцените На Все 100% Вот Поэтому На мой Взгляд Стоит Обратить Нимание На Эту Колясочку Britax Affinity Все Таки В ней Чувствуется Вот Эта Премиальность Все Так Вот Прям Классно Добротно Сделано Вот И Хочу Поблагодарить Магазин Первая Коляска За то Что Они Предоставили Нам Эту Коляску Для Нашего Обзора Сегодняшнего Вот Ну Вы Собственно Подписывайтесь На Мой Канал Ждите Новых Обзоров И Всего Доброго Удачи Магазин